Ребята, всем привет! Наконец-то я снимаю это видео. Мне кажется, я много-много лет мечтала о том, чтобы снять такое видео, а всё потому, что мне поставили что? Виниры! Вы об этом знаете, конечно, все. Мне уже все пишут, ну всё, хватит об этом рассказывать. Ну, половина. А другая половина людей, наоборот, ждёт, когда я сниму целое видео про мои зубы новые, красивые, о которых я мечтала. Ой, девочки! В этом видео я хотела бы рассказать вам с самого начала, как я вообще шла к этому, почему я решила поставить виниры, больно, страшно, дорого, приятно, неприятно, на всю жизнь, на всю жизнь. В общем, отвечу на все ваши вопросы, расскажу свои переживания, свои эмоции, и вообще сложно мне было решиться, на это или нет. Надеюсь, что вам будет интересно такое смотреть. И пабличек вам сяду, чтобы уютно было. Конечно же, в этом видео также я вам покажу свои зубы до и после того, как мне поставили виниры, и многие мне пишут, Юля, зачем ты поставила виниры, для чего вообще они тебе нужны были, ведь у тебя были хорошие, красивые белые зубы. Так вот, когда я вам покажу до и после, вы поймёте, зачем мне нужны были виниры, и на самом деле, конечно же, самой основной проблемой для меня было то, что у меня не смыкались зубы, но мне на это как бы было пофиг, потому что это не главное в моей жизни. Меня больше волновало то, что у меня нет идеальной улыбки, о которой я мечтаю. У меня всю жизнь были кривые зубы, вы об этом знаете, особенно те, кто со мной с самого начала, когда я ещё не поставила в первый раз, во второй раз брекеты, извиняюсь, первый раз, когда у меня стояли брекеты, мне было лет 11-12, и тогда мне не поставили ретейнеры, поэтому всё потом обратно разошлось, стало как было. Это было очень давно, поэтому я даже не помню вообще тот период жизни. И потом, в 16 лет, я поставила брекеты во второй раз в своей жизни, потому что мне было невыносимо с теми зубами, которые у меня были, так как они были максимально кривые, я начала снимать видео, да и просто я всегда хотела идеальные зубы. Наверное, из-за того, что у меня всю жизнь из-за этого был большой комплекс, так как у меня были очень кривые зубы всегда, и у моего брата, кстати, тоже кривые зубы, и у моего папы нам это от него передалось. Привет, пап! Ну, что поделать? Когда я пришла ставить брекеты, врач мне такая говорит, вы шепелявите, потому что у вас неправильный прикус. Я всегда думала, что я просто шепелявлю, потому что я такая вот, ну, шепелявлю и всё, ведь много людей, которые шепелявят, но у них может быть нормальный прикус. Точно не знаю, зависит это именно от прикуса или нет. Не знаю, насколько сильно изменилась моя речь, потому что, когда я говорю сейчас в реальной жизни, я этого не замечаю. Ну, а когда я смотрю свои старые видосы, истории, у меня взрывается мозг, потому что мне кажется, что у меня вообще нет зубов, потому что у меня просто каша во рту. Ребята, всем привет! Меня зовут Юля Пушман, и сегодня на моём канале распаковка. Я не знаю, вообще, была ли хоть раз распаковка на моём канале, но сегодня такой волшебный день, праздник. Я не могу сказать, что я прям сидела, плакала из-за этого, но да, конечно, я расстраивалась. Я только после того, как что-то произношу, понимаю, что я сказала. Сегодня распустила косички буквально недавно, и посмотрите, какая красота, мне так нравятся такие волнистые волосы. Просто собачек приходится насильно на улицу водить. Всё круто, всё хорошо, очень много людей, я прям в шоке. Все очень красивые, классные. И сейчас у нас скоро будет ужин. Просто я снимаю у Карины, кто не понял, я думаю, все поняли. И мне захотелось снять такое видео в её присутствии, чтобы можно было болтать и обсуждать что-то вместе. В общем, я реально не думала, что ровные зубы правильной длины, скажем так, когда они у меня сомкнутся, они изменят мою речь настолько, что я буду офигевать и действительно буду меньше шепелявить. Вот ты замечаешь в реальной жизни то, что я по-другому говорю, чем раньше, либо у тебя нету такого? Вообще я такой человек, который там еле заметит, когда кто-то подстрижётся и всё такое, поэтому мне тяжело. Но в принципе, вот ты сейчас даже сказала, что букву Ш, и я такая, блин, какая чистая шепелка. Мне само интересно смотреть свои старые сторисы, я почти все, наверное, свои эти хайлайти пересмотрела старые, и я просто реально в шоке. Мне поставили брекеты, я отходила с ними где-то год. В общем, недавно мне сняли брекеты. Вот фотка из Инстаграма, я очень старалась, когда её делала, потому что я ненавижу свою улыбку. Смотрите фото до и после, я знаю, что это выглядит отвратительно, как минимум, но так оно и было, да. Я думала, что мои зубы никогда не смогут стать более-менее адекватными и ровными. Зубы мои, конечно, стали ровные, немножко даже стянулись, потому что у меня всегда между зубов была щель, то есть я смыкала задние зубы жевательные и могла высунуть язык через передние, ну, верхние и нижние зубы. Ну, не весь, конечно, язык, но щель была, именно не между зубов. Типа, как, знаете, вот это вот бывает... Щербинка. Да. Типа, между верхними и нижними зубами была большая щель. И я полагаю, что всё-таки, конечно же, это была вот та самая причина того, что я сильно шепелявила. То есть, как бы я ни старалась говорить более чётко, у меня очень часто были с этим проблемы. Я сама это замечала, то, что я шепелявлю, но не так сильно, как я замечаю сейчас на своих старых видосах, историях, что это просто жесть. Я клянусь, я в шоке. Наверное, я сама привыкла к своей вот этой речи сейчас. И когда я смотрю старые там видосы, я не осознаю, мне кажется, что это невозможно. Типа, я не могу поверить в то, что я так говорила, потому что я не слышала свою ту речь, вот так, как я её слышу сейчас. Надеюсь, я доходчиво объяснила. В общем, я думала, что я шепелявлю, но я не знала, что настолько сильно и настолько часто, и вообще взрыв, ле, просто. Всегда, вот честно признаюсь, я даже вот во второй раз, когда ставила брекеты, я понимала, что просто ненавижу. Я не люблю брекеты, мне это не нравится. И на самом деле мне нужно было и сейчас ставить брекеты, но мне так врач сказала. Я согласна, да, наверное, это было бы правильно, но я понимаю, что опять я поставлю брекеты, и потом опять я буду думать, блин, всё равно это не идеально, всё равно это не то, что я хочу. То есть именно такие у меня были мысли после того, как мне сняли брекеты. Мне, конечно, всё нравилось, но потом, конечно, я постепенно понимала, что это всё равно не то, о чём я мечтала. Многие мне задавали также вопрос, можно ли ставить виниры на очень-очень кривые зубы. На самом деле, я думаю, что можно, но вам их очень сильно спилят, чтобы максимально изменить форму направления, градусы, я не знаю, того, как будет стоять ваш зуб, винир, потому что всё-таки, если у вас очень-очень кривые зубы, я не знаю, это нужно, конечно же, консультироваться с врачом, то не факт, что получится поставить виниры. Но у меня зубы как бы стояли ровно, то есть у меня не было вот таких вот супер историй, да, что зубы максимально криво стоят, они стояли все ровно, просто какие-то уже встали выше, какие-то ниже, какие-то больше выпирали, какие-то меньше, то есть тут именно сдвиги какие-то произошли во рту, после того, как мне сняли брекеты, через там два года или сколько прошло, как я в брекетах уже не хожу, и мне их сняли, но они у меня не стали кривыми обратно, потому что у меня стоят ретейнеры и всё такое. Врач мне сказала, что мне нужно поставить брекеты, потому что у меня неправильный прикус. Я как бы это знала, но я понимала, что я не хочу ставить брекеты. Я спросила, сколько лет мне придётся их носить, потому что я подумала, может быть, мне надо будет поносить их там 3-4 месяца чисто, чтобы какую-то ситуацию исправить. Она такая говорит, два года. Это Луиза? Да-да. Врач Луиза в Smile Studio, где я и ставила виниры, я ещё подробнее расскажу об этой клинике, она сказала, что мне нужно ставить брекеты, потому что у меня неправильный прикус, то есть показания на брекеты. Я сказала, брекеты вообще никак не хочу, ни варианта. Просто суть в том, что, во-первых, вы же видите то, что мне удлинили зубы, во-первых, то есть мои зубы были короче, но на самом деле история ещё дальше заходит назад, потому что мне уже стачивали когда-то зубы, не сверху, а, короче, снизу, типа, у меня не смыкались... Слюной подавилась. Из-за того, что у меня не смыкались вот эти зубы передние, верхние с нижними, у меня были такие, типа, загогулинки на зубах, ну, типа, зубчики такие. И они, короче, обычно у всех стачиваются, потому что зубы смыкаются, всё такое, мои максимально не смыкались, поэтому эти зубчики не ушли. И когда мне поставили брекеты во второй раз в моей жизни, я попросила, чтобы мне нафиг эти зубчики сточили, потому что мне не нравилось, как это выглядит. Вот фотка примерно того, как... О чём я говорю, если кто не понял. Наверняка у кого-то тоже такое есть, либо было, не знаю, но у меня это было, мне это абсолютно не нравилось. На самом деле, насколько я знаю, что это нормально, ну, типа, это неплохо, такие зубы, это норм. И мне это сточили, поэтому мои зубы были ещё короче. В общем, сложно объяснять, уже я вспотела. Открой окошко, пожалуйста. И я сказала Луизе, что как бы хочу виниры, реально это моя мечта, я понимаю, что брекеты всё равно не сделают то, что я хочу, потому что помимо того, что у меня была щель, у меня там были короткие зубы, меня не совсем устраивала форма моих зубов, потому что они все были абсолютно разные формы. Я была уверена, что у меня классные клыки. Я Карине скидала фотку до и после, я почему-то, я думала, что у меня прикольные клыки, я прям хотела, чтобы они у меня обязательно остались такими же. Я просто офигела от того, какие они стрёмные. Что за фигня? Ну, ты понимаешь, когда... Я клянусь, у меня было такое странное ощущение увидеть свои зубы до и после, когда мне уже поставили виниры. Я знала, что у меня не идеальные, не супер белые зубы, они у меня были белые, ну, нормальные. Я знала, что они не идеальные, но я думала, они норм. Но когда мне поставили виниры, я увидела до и после, у меня вообще взорвался мозг. Это очень странное ощущение. это не просто, знаете, себе губы сделать, в колоте увидеть, о, стали побольше, это фигня вообще, я даже не знаю, с чем это можно сравнить, это такое большое кардинальное изменение во внешности и восприятие себя, и к тому же у меня ещё и в более чёткой речи, что для меня это, ну, просто... Да, чёткая речь, реально, я сейчас прислушалась, капец. Манна небесная, не знаю, как это назвать, но я так счастлива, ле! Самое интересное, что все мои родные были против этого, особенно мама, но у меня мама всегда против всего того, что я с собой делаю, в принципе, я её понимаю, она переживает, она хочет, чтобы сначала я родила детей, а потом уже, если мне так сильно хочется себе делать губы, зубы и всякое такое, то, типа, делай это уже потом, после того, как родишь детей, но я понимаю, что мне это нужно сейчас. Блин, я очень счастлива, мне очень нравится, как я выгляжу, и всё, что я с собой делала, это сделало меня счастливее, даже если я не приняла себя такую, какой я была рождена, скажем так, почему я должна, типа, жить и думать, ну, ладно, я должна себя принять такой, какая я есть, когда у меня есть возможность сделать себя такой классной, чтобы я сама от себя кайфовала? Кайли Дженнис бы с тобой согласилась. Пофиг, вот это вот принятие себя, знаете, я себя приняла такой, какая я сейчас есть, и я очень счастлива, и я понимаю, что всё, все мои мечты, они сбылись, кроме единственной, это избавиться от прыщей на коже, но это тоже, мы работаем над этим с врачами и всё такое, потому что уже тоже невозможно. Ну и короче, вернёмся к винирам. Кто-то задал вопрос, что такое виниры? У меня стоят керамические виниры, очень классные, они выглядят максимально натурально, как по мне, с натуральным таким рельефом, немножко прозрачные снизу у кончиков зуба, скажем так, типа как чехол на зубы, в общем, как чехол для айфона, только на зубы. Ну, в общем, это керамическая пластинка, которая изготавливается специально под ваши зубы. У меня установлено 20 виниров на линию улыбки, 10 сверху, 10 снизу, то есть у меня получается сверху по 4 зуба, с одной стороны 2, с другой стороны 2, наверху и также внизу. Мои без виниров, жевательные. Вообще, если вы не хотите, например, ставить виниры на все зубы, вы можете сделать только на те, которые вы хотите изменить, например, если у вас какой-то зуб, не знаю, клыки вам не нравятся, например, вы хотите, чтобы не было клыков, то вы можете поставить виниры только на эти зубы, это, конечно же, будет дешевле, и опять же-таки вам подберут виниры под цвет ваших зубов. То есть вот эти виниры, которые у меня стоят, у них есть, насколько я знаю, 4 оттенка именно белых, если я не ошибаюсь, но мне показали 4 оттенка. Самый белый, второй по белизне, третий и четвертый. Спасибо, что пояснил. Ну, понятное дело, ну, 4, типа, от самого белого к менее белому. У меня не было никаких сомнений по поводу цвета, я сразу знала, что я не буду ставить самый белый, я сразу изначально, еще когда только мечтала о винирах, я знала, что я поставлю себе второй по белизне. Самый белый, он не выглядит как-то, типа, как простыня какая-то белая, либо как унитаз, знаете, как говорят, он не выглядит так. Короче, мой оттенок, он немножко с бежевинкой, то есть ближе к натуральному. Тебе лечили зубы перед тем, как делать? Мне не лечили зубы, потому что у меня все зубы здоровые на самом деле, так как я постоянно у стоматологов, живу практически, я очень часто хожу, проверяю свои зубы, так как вечно меня что-то беспокоило раньше, ну, и привыкла просто уже к тому, что надо следить за зубами. Единственное, что мне делали перед тем, как установить виниры, это чистку, обязательно чистку, то есть там камни, вот это вот все налет, я не знаю, это мне сделали, хотя мне сказали, что у меня чистые нормальные зубы. Но все равно это обязательно нужно делать. Процесс очень интересный, я уже во влогах, конечно, рассказывала, сколько раз я ходила в клинику, прежде чем мне поставили виниры. Могу так коротко здесь рассказать, то, что первый раз я пришла на консультацию, во второй раз я приехала на чистку, и у меня взяли слепки для временных винир. В следующий раз я приехала уже на обточку верхних зубов, мне обточили верхние зубы примерно за полтора часа, может быть чуть подольше, не знаю, не помню уже. Потом у меня взяли отиск, специальный слепок именно для винир уже. На самом деле установка винир представлялась мне как-то более страшно, что ли, болезненно, чем это произошло на самом деле. Я думала, что это будет ужасно тяжелый, мучительный процесс, много раз приезжать в клинику, просто куча неприятных процедур. Но на самом деле единственное неприятное, что со мной происходило, это уколы, анестезии. Но я думаю, что те люди, которые хоть раз были у стоматолога и лечили зубы, то вы знаете, что это на самом деле просто секундное такое неприятное мгновение. И все, потом ты просто лежишь и ждешь. Так что в целом все прошло замечательно, у меня нет никаких типа, блин, что за фигня. То есть все реально классно, я безумно счастлива, что я это сделала сейчас, а не позже, опять же таки, как всегда. Когда у меня взяли этот отиск для винир, под десну мне вставили ниточку специальную, чтобы немножко оттянуть десну, наверное, я так полагаю. Либо это для того, чтобы потом, короче, взять классный слепок для винир, чтобы потом их классно надеть на зубы, все четко, чтобы было по кайфу. И не было такого, что у вас стоит винир, а сверху пустое пространство вашего голого обточенного зуба. Чтобы такого не было, делают вот эту ниточку, вставляют, потом ее, конечно, достают, это не больно абсолютно. И после того, как мне обточили зубы, мне поставили временные виниры. Я уже рассказывала, как это делается во влогах, но здесь тоже скажу. В общем, слепок моих зубов, туда заливают какую-то белую жидкость, в этот слепок, и просто надевают мне на зубы, придавливают, ждут какое-то время, потом снимают. И у меня, типа, готовы зубы временные, конечно. С временными зубами единственное, что нельзя было кушать то, что красится, и пить то, что красится. Но на самом деле я буквально пару дней так делала. Кстати, я за это время привыкла пить зеленый чай. Я всегда пила черный чай, но из-за того, что нельзя было, я привыкла и всегда, короче, и сейчас, тоже по сей день, почему-то мне нравится именно зеленый чай, привыкла, короче. Поставили мне временные виниры на верхние зубы. Они сразу же больше подходят на ваши виниры, которые у вас потом будут стоять, нежели на те зубы, которые у вас стояли. Но могу так сказать, что мои виниры сделаны по, так сказать, изображению моих зубов. То есть мне сделали такие же зубы, как у меня были, только довели их до идеального. Ну и потом точно такую же процедуру провернули с моими нижними зубами, и все. Никаких запретов не было. Единственное, что с временными зубами нужно аккуратно кушать, и потому что они все-таки временные, и материал не такой твердый, как керамика, и могут отвалиться. И могу сказать, что у меня иногда маленькие кусочки чего-то там отваливались, но это никак не мешало мне жить. Я просто их выплевывала в раковину и шла дальше. В общем, нормально я прожила это время. Я уверена, что всех волнует вопрос, насколько сильно мне обтачивали зубы, потому что меня этот вопрос волновал больше всего. И это, наверное, единственная причина, почему я боялась сделать виниры. Я была приятно удивлена. Могу так сказать, конечно, зубы изменились после обточки, я их видела. Вот, кстати, фото моих нижних зубов обточенных. Вы, наверное, представляли себе совсем по-другому, страшно как-то это все видеть, но на самом деле все абсолютно выглядит так же. Просто их делают слегка короче и тоньше, понятное дело, снимают верхний слой. Это больше похоже на какую-то шлифовку, чтобы была такая негладкая поверхность, и можно было классно приклеить винир. Ну и понятное дело, у меня были зубы какие-то, которые больше выпирают, и их чуть больше стачивали, чтобы не было такого, что у меня огромные жирные зубы вот такие. То есть, чтобы все было классно, красиво, гармонично. Комфортно ли мне с винирами, комфортно ли чистить зубы с винирами? Абсолютно так же, как было со своими зубами, нет абсолютно никаких моментов дискомфорта. То есть, я чувствую себя отлично, офигенно, на все 100%. Не знаю, мне как-то даже легче стало чистить зубы, потому что из-за того, что они у меня смыкаются, я просто беру их, смыкаю, и как начинаю хреначить щеткой. А раньше я вот так вот делала, ну, короче, даже удобнее стало, я не знаю, я к ним так привыкла, я кайфую. А, еще часто задают вопрос, теряют ли виниры цвет, если постоянно пить кофе. Самый кайф просто, это божество! Мне так надоело каждый год думать о том, блин, надо опять сделать отбеливание. Даже после отбеливания, в любом случае, вы пьете кофе, там, вино, еще что-то там, неважно. Конечно, они теряют свою белизну, а с винирами моими, керамическими, все будет чики-бомбони. Поэтому я могу пить кофе просто как сумасшедшая, 24 на 7, пить вино, что угодно. Вообще, все-таки считается, что если вы хотите поставить виниры, а у вас очень кривые зубы, то по-хорошему, конечно, вам нужно носить брекеты перед этим. То есть, есть такие ситуации, когда очень реально кривые зубы, и, возможно, даже врач вам скажет, типа, нет, мы не можем вам поставить виниры, вам нужно сначала сделать брекеты. Я думаю, что есть такие случаи, я просто не стоматолог, к сожалению, или, к счастью, не знаю, я не разбираюсь в этом, поэтому не могу ответить на 100%, но если вы напишите в Smell Studio, то вам вообще на любой ваш вопрос ответят, просто на консультацию на ту же прийти, с кайфом вам все расскажут, и если у вас что-то там болит, тоже классно вылечат, потому что теперь... К этому я тоже еще вернусь, ну ладно, у меня там брат будет сейчас брекеты ставить, Слава там лечит свои зубы, в общем, теперь вся семья у меня туда ходит. В еде и в напитках никакого ограничения нет, единственное, что, опять же-таки, просто аккуратно кушайте, ну то есть я спокойно могу чипсы жевать, что-то там твердое, сухарики, спокойно, даже жвачку жую. Насколько крепкие виниры у меня спрашивают? Я думаю, что они достаточно крепкие, крепко держатся, потому что, в принципе, керамика это очень такой твердый материал, поэтому я думаю, что с этим проблем нет, и вероятность того, что у вас зубы там типа треснут, эти вот виниры, я думаю, что она максимально мала, но, опять же-таки, все зависит от человека, от того, как вы будете за ними ухаживать, что вы будете есть, потому что, реально, если вы начнете жрать там камни, кирпичи, то, конечно, то есть тут даже никто вам не будет уже гарантировать, что все будет классно 30 лет, то есть тоже понимаете? У меня спрашивали, есть ли, например, кариес, а у вас виниры? Я даже спросила это у Луизы, чтобы, ну, точно вам передать. Она сказала, что лечится кариес, как обычно, потом виниры. Я думаю, что, грубо говоря, если у вас какая-то проблема с зубом там снаружи, а не, знаете, там наживательных каких-то бывает тоже кариес, то, наверное, вам лечат кариес реально, а потом просто винир подделывают как-то. Вот это вот, честно, точно не скажу, но единственное, что я на 100% поняла, что никаких проблем не будет, и даже если вдруг у вас кариес, вам его легко вылечат, и виниры не помешают. Также я задала вопрос Луизе, можно ли ставить виниры до 18 лет, потому что такой вопрос ко мне тоже в Инстаграм задавали. Да, можно, вот что она мне ответила, поэтому не переживайте. Но я все-таки, наверное, рекомендую вам, хотя ничего я вам не рекомендую, если вы чувствуете то, что вы хотите виниры и понимаете то, что да, класс, это моя мечта, они мне нужны, то смело ставьте и просто кайфуйте. Кто-то спрашивал, не боюсь ли я повторно ставить виниры, если что-то случится там через те же 20-30 лет. На самом деле не боюсь, потому что как минимум мне не придется проходить этапы обточки зубов, разве не класс? То есть по факту я просто приду и мне новые типа поставят и все. Я честно, я не переживаю, я просто кайфую и наслаждаюсь своей прекрасной молодостью с красивыми зубами. Как же я выбрала и решила обратиться именно в Smile Studio? Я увидела работы, для меня всегда это самое главное. Мне кажется, эта клиника вообще номер один по поводу там лечения зубов, виниры, брекеты. Ну и также у них, кстати, есть косметология, между прочим, поэтому девочки классно, туда можно на весь день приехать. Так как виниры я хочу поставить уже очень давно, наверное, года три точно, если не больше, то есть реально хочу. И я ездила в разные другие клиники, общалась, ну слушала, что мне говорит врач. Ну и как-то я не особо была впечатлена, потому что мне рассказывают, что это такой процесс, там, блин, чуть ли не несколько лет мне надо ходить к врачу, чтобы получить заветную улыбку голливудскую, о которой я мечтаю. Потому что мне это все описывали таким долгим процессом, и как-то я вообще максимально не зажглась. И подумала, что ладно, наверное, значит не надо мне сейчас сделать в этой клинике зубы. Я сидела в инстаграме, я уже не помню, просто случайно мне вылетает чей-то пост из Smile Studio, я перехожу. Так как много блогеров сейчас ходят в Smile Studio, да и вообще давно, я просто реально в шоке от того, что мне кажется, все те, кого я знаю и не знаю, все блогеры ходят именно в Smile Studio лечить зубы. И я подумала, что раз все туда ходят, всем нравится, то есть не просто так, знаете, за рекламу, а реально всем нравится, приводят туда свою семью, там, своих родных, близких там лечить зубы. Я начала смотреть работы именно винир, потому что они больше всего меня интересовали и волновали, и я поняла, что это просто нереально красиво. Я настолько доверилась Луизе, что я даже не спрашивала, какие у меня будут зубы. То есть мне задали один вопрос. Вот, опять три показываю, вот четыре цвета, какой ты хочешь. Я говорю, второй, все, просто. Я даже не спрашивала, какой формы, какой длины. И я реально клянусь, я настолько доверилась людям в этой клинике, врачам, что это вообще, мне кажется, самый главный момент по поводу винира. Это какая форма, размер, это очень же важно. Я всегда думала, представляла так, а хочу я клыки или не хочу, они все будут одной длины или нет. Я всегда задумывалась над этим до того, как еще пришла в Smile Studio. Но когда я туда пришла, я просто отпустила и легла. Вообще, ну, делайте, что хотите, ну, то есть настолько я доверяю. И, конечно же, всех волнует вопрос цены. Сколько я за это заплатила, сколько стоит поставить виниры и все-все-все, что входит в установку, там, чистки и так далее и тому подобное. Я за это не заплатила, я сделала виниры за рекламу, по бартеру. В общем, бартер делается для того, чтобы мои зрители смогли увидеть, что мне сделали все хорошо, качественно. И по моим советам, по моей рекомендации могли также обратиться именно в эту клинику, потому что никогда не знаешь, к какому врачу ты попадешь. Вроде как ты можешь прийти в хорошую клинику и все тебя там устраивает, но потом ты поймешь со временем, что тебе что-то сделали не так качественно, потому что столько страшных историй, что неправильно устанавливают виниры, и там зубы начинают гнить, неправильно вот эта вот состыковка, я не знаю, склейка между зубом и виниром. То есть много моментов, которые должны сделаны быть профессионально. Поскольку я не знаю цену своих винир, и вообще на самом деле, я знаю, что вас всех интересовал вопрос именно цены, конечно же, как и всех, мне кажется, всегда интересует вопрос цены, но так как я не смогла вам на это ответить, чтобы узнать, сколько стоят виниры и любые другие процедуры, там те же брекеты. Кстати, моему брату сейчас мы будем ставить брекеты тоже в Smile Studio. Он уже начал ходить на лечение, потому что ему там надо вырывать зубы, и, в общем, много всего нужно делать. Если вы хотите узнать, сколько стоит процедура, которая вам нужна, то просто напишите в Smile Studio, в Директ, в WhatsApp, там сразу перекидывается на номер Луизы, и она вам на все ответит с радостью, и консультация у них бесплатная, что самое кайфовое. А еще больше всего я в восторге от этой клиники, в том плане, что они дают рассрочку на виниры. Я не знаю, для меня это было что-то такое, господи, все для людей, потому что все-таки, я думаю, вы и так знаете, виниры это не дешевое удовольствие. Что хочу вам сказать, мои хорошие, если вы придете, а надеюсь, что обязательно придете, обратитесь к Smile Studio, если вы скажете то, что вы от Юли Пушман, то вам сделают скидку 50%. Что? Да. 50%? Да. Но ты гонишь. Это правда? Это возможно. Я не делась виниры? Так что вот, ребят, если реально надумаете, как минимум на консультацию сходить, просто поинтересоваться, что вам нужно, что вам показано. Я думаю, что зубы это очень важная часть нас, и зубы всегда обязательно нужно лечить, если вы хотите хотя бы до 60-50 точно проходить со своими здоровыми зубами. Обязательно. Ну и по поводу ухода за винирами, что я еще добавлю? Обычно чистите так же, как и свои зубы чистили зубной щеткой с пастой, но также по-хорошему нужно приобрести ирригатор. Он, кстати, не очень-то дорогой. Я почему-то думала, что он стоит, типа, блин, бешеных бабок, но на самом деле я посмотрела там что-то от 4 до 8 тысяч. Ну, типа, 4 это такой, который с собой можно переносить, а 8 это такой стационарный, типа, который дома поставил, и кайф. На самом деле это очень полезная вещь, мне давно нужен ирригатор, и сейчас, когда мне поставили виниры, я до сих пор его, блин, не приобрела, но в следующий раз, как поеду в смайл-студию, у них же куплю, потому что это так удобно, то, что у них же там можно купить, ну, типа, не ехать в какую-то там аптеку, еще где-то заказывать, то есть у них же прям можно это приобрести, очень удобно. Я кайфую, теперь я вот так вот постоянно хожу, улыбаюсь. Подожди, а можно ли поставить, например, не как ты 10 и 10, а 8 и 8? Ну, у тебя прям все видны. Да. Подожди. Это же линия улыбки. Вот это тоже винир? Посчитай, 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А вот это, наверное, уже не винир. Все, которые ты видишь, они все виниры. Да. А, да, я вижу. Как если оттягивать? Ну да, не получится меньше сделать. Но меньше не вариант. Ну, типа, если как бы вы хотите... Нет, вариант, если вы делаете их своего цвета, такого же, какой у вас цвет зубов. Да. То тогда вариант. А если вы хотите сделать более белые, то, конечно, если вы сделаете там на первой только передней, например, два зуба, остальные останутся, то это будет жестко выглядеть. Поэтому, да, на самом деле многие мне пишут то, что очень рады за меня, и то, что видят, как я счастлива, как я преобразилась, то, что мне действительно они идут. Вначале мне вообще писали то, что я, типа, как конь из этого мультика Юлии вот этот. Но на самом деле потом, когда люди увидели видео, где я без винир, все офигели. И начали писать, боже, да тебе просто офигенно, забирай свои слова обратно. Потому что первое ощущение, когда ты только, ну, от непривычки реально кажется то, что вообще у меня здоровые зубы. Хотя у меня сразу не было такого, что здоровые. Я просто видела, что они больше, чем те, что были у меня. Но у меня не было такого, что я, типа, конь. Ну, короче, классно, я просто счастлива. Спасибо всем большое, кто рад за меня искренне, и пишите хорошие комментарии. Потому что, на самом деле, у меня был дикий большой страх ставить виниры, так как очень много добрых людей начали присылать мне какие-то ужасные свои истории, что они где-то в какой-то клинике поставили зубы, им как-то неправильно поставили, у них там все кровоточит. И я понимаю, что это одна из тех историй, что все зависит от того, в какую клинику ты обратишься, к какому врачу ты обратишься. И все. Самый тоже вопрос такой, мне задавали, ставят ли виниры, если у тебя ретейнеры. У меня ретейнеры. Мне не стали их снимать, потому что зачем, они мне абсолютно не мешают. Мне с ними спокойнее, потому что, кто знает, если мне снять ретейнеры, может, у меня зубы начнут разъезжаться. Поэтому мы решили оставить мне ретейнеры. Я к ним привыкла, мне с ними нормально. Просто сверху приклеили виниры, и все. Еще кто-то спрашивал, можно ли ниткой чистить между винирами. Конечно же! Конечно можно! Вы не думаете, что их просто сплошняком все сразу приклеили? Нет. Каждый зуб отдельно делают, обрабатывают. Кстати, установка одного виниры занимает где-то 4 минуты. То есть поставить 10 зубов примерно 40-50 минут. Ну, зависит от того, что там какой-то зуб может дольше буду делать, либо меньше, неважно. Но все будет круто, мои хорошие! Кто поставит виниры, обязательно напишите. Буду очень ждать фоточки до и после. Я вообще фанат фоток до и после. Надеюсь, что мои фото до и после вас тоже впечатлили. Причем даже не фото, а видео. И вообще напишите, как вам нравится. Я думаю, что только слепому не понравится. Надеюсь, что я на все вопросы ответила в этом видео. Если вдруг на что-то не ответила, то пишите в комментариях. Постараюсь там ответить, если буду знать на ваш вопрос ответ. В общем, спасибо большое всем, что смотрели это видео. Надеюсь, что оно вам понравилось. Надеюсь, что было интересным. И если вдруг после моего видоса вы реально решите поставить себе виниры, ну, типа вы хотели давно, но сомневались, и теперь решили поставить, то обязательно тоже об этом напишите. Мне будет безумно интересно. И я буду за вас так же счастлива, как и за себя. Всех люблю, целую, обнимаю. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok